Осталось 10 секунд. Непосредственно за большую часть призового фонда. Ну, собственно, сетка венуров. Есть шанс ошибиться. Есть шанс отправиться в нижний и там сыграть. Если вдруг, да, проиграют здесь. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Главное, выкладываться на максимум. Ну, естественно, показывать хорошую доту. Thunder Predator, 4Zoomers, друзья, будут вступать в бой прямо сейчас. Но до тех пор, пока мы не посмотрели на непосредственно сами драфт, хочется оценить коэффициенты, которые предлагает нам наш партнер пари матч. 1.7 на Thunder Predator. 2.0.8 на коллектив 4Zoomers. Thunder Predator идут фаворитами, друзья. Но, опять-таки, есть нюансы. И, опять-таки, нюансы, самое главное, связаны с тем, что... Есть разные сервера, да. Мы понимаем, что Thunder Predator играет из Перу. 4Zoomers у нас представители североамериканской доты. Первая карта стартует на сервере Востока США, если не ошибаюсь. То есть не на южноамериканском сервере. Поэтому могут быть Thunder Predator в связи с этим некоторые трудности. Ну, нам пандемия, в общем, показала, что Thunder Predator единственная, пожалуй, команда, представляющая Южную Америку, которая более-менее справляется с этими нюансами, с серверами, с этими пингами. И достойно, достойно очень выступают. Переигрывают североамериканской командой довольно много в онлайне. Поэтому я думаю, что по шансам, по шансам справиться с коллективом 4Zoomers, друзья. Давайте к драфтам уже непосредственно переходить. Thunder Predator это Фурион на ФП в ответ ВРК. Тут Джембер Спирит на второй пик от Thunder Predator, потом Морфлинг. Вторая стадия у нас Тайдхантер в ответ ЦМ появилась, интересно. Титан и Сларк. Довольно активную доту собираются катать. У нас ребята из Thunder Predator, да. Опять-таки по ЦМ-ку активные персонажи. С огромным количеством нюков. Соответственно, очень легко, очень просто все. Идем в бой. Бесконечно размениваемся на стадии лейнинга, да. Собственно, пытаемся выиграть с чего-то в линии. Собственно, все ясно, все понятно. 4Zoomers довольно лейтовый пик, мы видим, да. В свою очередь, Морф под Титаном. Как Тайдхантер, как, собственно, герой, который будет стоять на передовое. ВРК как связующий элемент. В общем, очень классный пик в лейте, безусловно. У Сларка могут быть проблемы. И Омбер Спирта, между прочим, тоже могут быть проблемы с этим Морфом. Но это если, опять-таки, ребята покачаются. Здесь Thunder Predator могут очень круто засноуболиться. Просто продавливать соперника. И, ну, слушайте, по их драфту есть все перспективы для того, чтобы это получилось. Собственно, посмотрим непосредственно за реализацией. Это прежде всего нас интересует, конечно же, реализация. В первую очередь. Осталось 10 секунд. Так, ну, по последнему пику буквально осталось сделать. Всего ничего. Так, минус Faceless Void. Думаю, что Керри остался. Серьезно. А куда его? Его здесь некуда просто ставить, друзья. Куда Void? Я думаю, что это Морфинг все-таки позиция Керри. Я думаю, что либо мид ВРК, либо ВРК Саппорт и мид будет добираться попозже. Интересно очень, почему бан Void здесь. Мне это пока непонятно. Может быть, связано непосредственно с последними матчами коллектива Thunder Predator. Но я за ними... Ой, командой Fuzz Immersion, я за ними не замечал, чтобы там Void играл у них на позиции Саппорта. Так, только некоторые команды в Китае делают. Забавно, забавно. Так, ну что, давайте Thunder Predator. Ваш пик, в общем-то, не хватает. Ну, Фурион, я думаю, надо делать все-таки здесь позиция 3, Эмбер 2, Сларк 1, да, ЦМ-ка пятерка. Можно добрать Саппорт на четверку какую-нибудь. Ну, можно, конечно, поэкспериментировать. Фурион, ЦМ-ка, например, связка Саппорт. Такое тоже вполне реально, вполне возможно. Ничего страшного в этом нет. Это Таск. Четверка просто добирается аккуратно. Супер активный пик, друзья. Еще раз повторю, супер активный пик. Пик на Snowball. И я не знаю, Fuzz Immers, как сдерживать это давление, как сдерживать этот самый Snowball. Надо будет очень сильно постараться. Я бы не брал сейчас еще одного жадного героя. Я бы взял того персонажа, который будет способен драться на ранней стадии. Это, мне кажется, было бы самым оптимальным решением данной ситуации. Так, ну что, Fuzz Immers? Думают, думают, думают. Ну, смотрите, какой мой вариант, да? То есть, отвергаешь, предлагаешь. Я предлагаю взять героя в центр против Эмбер, типа Штармака какого-то. Свен. Они реально добрали себе еще одного керри. То есть, у них морфлинг мид, так понимаю, будет играть, да? Сейчас посмотрим по выбору героев. Сэмми бой, да, это керри. Ocean Support VR. Команки с Forever Offlane. Tidehunter. Gunnar. Мид. Морф. Это медовой морфлинг. И керри Свен. Такая история. Ну, окей, в лейте поживем, собственно, убьем. Все понятно. Но я не уверен, что хватит места поформить. Проблема в том, что жадный... Сколько-то жадный Тidehunter. Морфлинг. Свен. Свен, они все еще зависят от больших кулдаунов. Ну, кроме, наверное, кроме морфлинга. Tidehunter. Свен. Большие кулды на ультимейтах. Собственно, кто в Dota-то играть будет? VR-ка Титан. С Tidehunter. Бегающий гаш раздающий. По-моему, ThunderPetor чуть поинтереснее. На мой взгляд, опять-таки, скромный. Ну-ка, давайте обратимся, собственно, непосредственно к нашему партнеру. Паре матча посмотрим. Что предлагается-то вообще на карту под номером 1? Просто интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 1.85 ThunderPetor. Ну, примерно равно, окей. Я с этим даже соглашусь, пожалуй, да, по одной простой причине, что, ну, непонятно, непонятно. Все-таки ThunderPetor играет на чужом серваке, а это может стать определенной проблемой при исполнении, ну, там, допустим, когда надо будет какой-то teamfight вовремя кнопки нажать. Дарпак на сларке, да, хоп, там, Pink сыграл свою роль. Такой, блин, не получилось. Такое тоже возможно. Так, ну что. Секундочку, кое-чего мы подробуем сейчас, чтобы вам было проще смотреть в эту игру. Ага. Все, сработало? Сработало, отлично. Супер, ставится небольшая пауза. Окей. Ага, отключение. Ну, вот видите, начинается, да, некоторые, некоторые трудности. Команда ThunderPetor с Ларкс Фарионом сразу отвалились. Ох, друзья, как бы не хотелось, чтобы сегодняшний матч был омрачен, знаете, какими-то все-таки техническими неполадками, неполадками связанными там с трудностями, с пингами, с плохим соединением, с лос-пакетами, да. Ну, я уже неоднократно приводил в пример вот эти все истории с коллективом BeastCost, который всю пандемию, все практически уже полгода, ну, вот начиная буквально, там, не знаю, с января, февраля месяца. Ну, просто, просто с ума сходили ребята, потому что не могли в Dota нормально играть. Это прям было очень-очень-очень обидно. Не доставайся же никому. Не показывали никаких результатов, выбивались. Ну, вот я повторюсь, Thunder Peter все-таки были в этом плане чуть стабильнее. У них получалось играть на североамериканских серверах. Ну, окей, подождем чутка, я думаю, что... Я, кстати, не очень помню, собственно, если там ранжирование серверов, по-моему, в Юго-Восточной Азии, когда сталкивались Юго-Восточная Азия непосредственно и Китай в плей-офф, там чередовались сервера, потом, по-моему, в третьей карте решалось все монеткой, на каком сервере третья решающая будет сыграно. Вот, может быть, здесь будет та же самая ситуация. Было бы неплохо, да, если уж действительно Thunder Peter будут испытывать проблемы тут, то, может быть, там, на карте второй удастся на перуанском сервере какой-нибудь скатать, да. Тогда уже вопросы к FallZoomers, как они будут отыгрывать тоже. Нюансы, нюансы, нюансы. Так, ну что, у нас Эммибой пошел уже на нижнюю линию. Ребята будут расставлять варды сейчас. Также Чужой Лес занимают ребята из Thunder Predator. Ну, надо играть максимально серьезно, да, максимально жестко в этом плане, поэтому они триггера отправляются в хард, ставят агрессивные варды. Все круто. Так, Сларк здесь. Получает сразу. Ну, вкачал Паунс, ну, хорошо, Паунс есть. Может быть, не самая нужная кнопка на первом уровне, да, для того, чтобы на линии стоять. Паунс конкретно, я думаю, через пассивку хотелось бы играть. Так, будут ли какие-то ротации по линиям? Интересно, я вижу, герои здесь бегают. Окей. Кто куда, Эмбер Спирит центр в итоге идет. Сларк на легкую линию. Принято. Самибой уходит у нас на топ, ну, понятно. Но Эмбер Спирит против Морфинга, это, в общем-то, классическая ситуация, я так думаю, да, потому что Морфинг любит против Эмберов стоять, он умеет против этих героев. Ну, теоретически, должен стоять с позиции силы. В Морфинге должно быть проблем на этих линиях. Единственная проблема в том, что Морфинг потом уйдет в долгий-долгий фарм, соответственно. А Эмбер Спирит уже будет чуть активнее. Опа, здесь АМНЗ ошибается. Паунс дал, сейчас может погибнуть. Нет, все-таки уходит. Паунс, он прям в героя врезался. Так неприятно получилось. Так, ну, хорошо, Сларка пока бросили, потому что пытаются ФБ на топе сделать, ребята, и Стандарт Предатор. Ну, очевидно, пока это не получается сделать. Лео Стайл на Эмбере. Пока фармит, нормально. Получается сделать, но, опять-таки, снизу на Сларке, и чуть позже добивается Титан. Вот неприятно, что Титан погибает чуть позже, чем погиб Сларк. Да, Сларк не потерпел немножко. Вот только сейчас СМК возвращается. Ну да, какая-то вот идея была у Тандарт Петер все-таки первыми ФБ забрать, потом уже прийти Сларку помочь. Ну, как-то, видите, все запоздало. Получилось, ну, в общем, не очень хорошо. Сейчас еще МГЗ получает гаш под дебафом здесь. Верочка еще и с Блайтстоуном. Ну, гаш плюс Блайтстоун, конечно, тут минус армор дикий. Сларк идет пешком, не стал ждать. Ну, у него, вот видите, да, КДТП тоже неприятно. Старт игры явно провален. Ничего не поделать здесь. Медленно-медленно возвращается на эту линию. Ну, и понятно, что Крипстат 0-0, пока Керри в фармешку не вступил. Здесь пытаются активно Свена напрягать. Ну, Свен 6-2, Свен хоть сколько-то зарабатывает. Свен, ну, получает, конечно. Да, понятно, что есть трудности. Понятно, что дабла агрессивная, что не очень-то может и Титан здесь помогать в целом. Потому что тоже контактный персонаж все-таки работает с мели. И, ну, можно под тактимом там получать. Снизу все-таки удается доцепить Тайтхантера, МНЗ. Очень важный фраг, что именно Сларк его забирает. Довольно, довольно интересно. Эмбер пока стоит хорошо с морфингом, окей. Все, все, пока... Нормально. Вот недостаток Крипстата, конечно, будет компенсирован сейчас за счет этого убийства, который сделал Сларк снизу, безусловно. Единственное, что, конечно, после этого фрага будет ли возможность просто все равно Крипов добивать Тайтхантера. Пришел, новенький, целенький, да, у него тут и стики, и брейсер имеется. Он довольно толстый, уровень 2. А Сларк, ну, стоит такой, их расходников не осталось, ничего нет. Стоять на линии максимально тяжело. Эмбер чейны. Ну, тут два рейсбэнда эмберс перед бутылкой, все, понятное дело, взял. Морфик, скорее всего, бутылку брать не будет. Хотя ставит быстрый закуп, неужели ему бутылочка нужна? Да, интересно. Ну, таск на перехвате курьеров. Ага, Сендрик плюс Хилка. Хорошо, хорошо, тут Мэтью сыграл. Все нормально, ЦМка погибла снизу. ЦМка не выдержала урона, Манкис Форевер здесь сделал убийство. И ЦМка вроде как погибает на этой линии, это окей. Вопрос только в том, что за это убийство Сларк должен фармить. А видите, Сларк-то не фармит. Это проблема. То есть, если погибает саппорт пятой позиции, то, в принципе, не страшно, если при этом фармит Керри. А если при этом Керри не фармит и саппорт погибает, то, по-моему, это повод задуматься, друзья, что линия как-то не выигрывается. А с ЦМка хотелось бы линию выиграть на самом деле, потому что, опять-таки, ЦМка суперактивный персонаж, спамер. Ее нюки на старте довольно весомый урон наносит. При этом, как мы понимаем, проблем с тем, чтобы набирать ману для этих нюков у нее никогда не было. Замедление на Манкис Варевер. Ну да, и Фурион снизу не то, чтобы сильно Свена напрягали. По итогу я смотрю, крипстаты более чем хорошие. Тайд Хантер забирают снизу. Хорошо, на ВР-очку нападают. У ВРК есть Фарифайр. ВРК отыграть бы момента. А ты говоришь, до конца нет, не хватает силы МНЗ. Пробитие МНЗ выживает. Еще ЦМка, на всякий случай, нову дает. Да, здесь, в общем-то, чтобы хрипов замедлить, чтобы их убить, чтобы Сларк случайно не доел. Ну, мало ли, да? Мало ли. Ну что, на топе будет ли активность? Мэтью. Левел 2. Тактим подрубил. Дерется с Титаном. Титан на развороте Стан подкручивает тоже свой Стан на Свена. Дальше хватит ли сил по Таску. Таск Шарды ставит. Пытается спастись. Пруты. Пока живет Таск. Может быть, первый Хаски погибнет. Даже тычку. Еще одно сделает. Титан ставит своего Спирита. Добивает. И сам... Сам не погибает. Здесь, да. Окей, ну ладно. Фрэнк пойдет хотя бы 2 баунти заберет. Снизу 2 баунти, по идее, за контроль от ребята из 4Zomers. Пока равная игра, более-менее, да. Ну, понятно, что Сларк что-то не особо фармит, конечно. Но за счет хорошего фарма Эмбер Спирита, в принципе, все компенсировано. Если на Творосу посмотрим. Ну, Сларк отстает от Свена. Ну, немного, кстати, немного. ЦМК опять погибает снизу. Вот, тут приходит Таска. Можно пробовать Сларку помочь. А Сларку помогут. Сларк делает фраг, оставляет Мэтью. Конечно же, МНЗ это убийство. Оушен и Бин Винрана-то нет. Винрана нет. Паунсом зацепили. Шеклшот. Сноубол из-под повершота. Шикарно играет Мэтью. А дата Мэтью дал. Хорош, хорош. Мэтью. Отлично отыграно. Да, ЦМК потеряли. Тайтхантер в размину взять это замечательно. Тем более, что МНЗ получает какие-то убийства. Что он там себе ПТшечку. Надеюсь, не Медас, да. Хотя, может быть, и Медас в этой карте нормально. Кстати, вот я не уверен. Медас, в принципе, для Сларка это не самый плохой предмет. Очевидно, да. За счет того, что скорость атаки неплохую. Все-таки. Ну, и понятно, что Свен на дистанции. Он ведь прилично фармит. У него там тоже намеки на Медас, кстати. Ну, и тоже, я говорю, потому что будет перчатка. Там есть в быстром закупе Медасик. Собственно. А плюс еще Грэд Клифф, да. Плюс, опять-таки, стаки в лесу. И мы сами понимаем, что Свен фармила будет ужасной в этом плане. Поэтому, может быть, в Медасике действительно есть смысл. С другой стороны, опять-таки, мы говорим о том, что пик активный. Там до Петер можно супер классно сыграть. Просто засноуболиться. А когда ты их забираешь за сноуболиться, если у тебя такой геймплей, то видеть на сларке Медас, наверное, не ок. Опять-таки, все нюансы. От предпочтения игрока многое зависит, естественно. Как он любит играть, что он любит делать. В общем, думаю, сам порешает. Но пока вижу все-таки сапог, да. И, видимо, ПТшечка летит. Да, активный сларк будет. Ну, как активный? Сларк, который не будет собирать Медас, да. Самое главное. Он, может быть, будет и пассивный. Он, может быть, и будет пассивный с Медасом, да. Без Медас, точнее. Так, в центре интересно. На Гонора. Гонор как разыграет момент. Такой байтит на себя лево-стайл. Но тут Гонор скорее сам боится. У него ХП мало. Есть, конечно, перекачки. Ясное дело, снизу. Опять МДЗ страдает. МНЗ прячется здесь. Ок. Фрэнк дерется. Пока скрипами. Ну, подключения нет, есть ультимейт. Но обычно под первый ультимейт Фуриона как-то хочется что-то сделать. Допустим, сейчас попробует напасть на Морфлинга. Ну, вот выйти как-то под ультимейт Фуриона все грамотно сделать. Амберспирт вообще загуливает. Там куда-то между выше. Агрессивно играет лево-стайл. Так и надо, по идее, конечно. Мэти подходит. Опа, ультимейт Фуриона прилетает мощно. Гонор успевает перекачаться. Еще там где-то Тайтхантер погиб снизу. Ух ты. Два фрага сделали ребята из стандарт-флета. Сноубол. Ага, лево-стайл пивается бутылочкой. Нижнюю башню все у тьмы атакуют. Так, ну что, дальше Сен-Джин-Яша. Сен-Джин-Яша это интересная идея. У нас ларки. Суть в чем? Суть в том, что действительно контроля многовато получает. Стан Свена, Шеклэшот, ВРки, Реведж, Тайтхантер, потенциально Титановские станы. Вот эти, да. Если у тебя Тарпак, ты вроде бы все сбрасываешь. Но если у тебя еще будет при этом Сен-Джин-Яша, то вообще, конечно, зафиксировать тебя будет очень трудно на позиции. И поэтому будет спокойно Сларк бегать по карте и просто делать фраги какие-то. Сларк прыгает на Хаски. Хаски, ну, нажимает, конечно же, свой станчик. Конечно, Дарпакт вовремя, Фростбайт. Нормально, ВРК сразу Шеклшот неплохо связывает с Эншентом. Пробивает там Джизе через Фокус Файр. Получается, МНЗ ждет, когда закончится. Закончится виндран. Нажимает ультимейт из-под стана Свена. Неплохо постоял, но паунт с КД слишком большой. Там где-то еще цепляют Гуннера. Гуннер дерется против Мэтью. Идет до конца Мэтью. Мэтью прячется. Там будет Шарды, Туман Войны. Неплохо играется. Сларк отрезал всю остальную команду. Поддержки Гуннера нет. Никакой фраг он в ответ сделать не сможет. И по итогу разбегаются, ребята. Манки с Вареверстап перетянулся. Слейт офис, неплохо. Ну, хорошо, дерутся пока, ребята. Очень крепко. Так, друзья, хочется напомнить, что партнер наш пари-матч подготовил для вас хороший бонус в виде стопроцентного плюсового депозита. Первого. Первого депозита, естественно. Найти вы можете под плеером, нажав на баннер, кликнув, перейдя на ресурсы, получив все необходимые инструкции и рекомендации по этому поводу. Поэтому, кому-нибудь интересно, пользуйтесь, друзья, пари-матч. Так, ну что. Очень равная игра, очень классная игра. Смен действительно по фарму топовый. Ну, не мудрено, не мудрено. Гритклиф, конечно, он не вымаксил. Качается. А, Гритклиф вымысил. Вымысил. Все в порядке. Четвертый, да, медальсик есть. Отлично, защищает нейтральные кемпы. Ну, понятно, антропредторы из-за этого бегают спокойно. Они понимают, где-то там есть оппонент. В лесу глубоко. И есть смысл, естественно, пойти побегать, погангать. Идея в целом хорошая. Тут у нас ультимейт. Фритингфилд на Сэммибоя. Сноуболт шикарный, опять-таки, из-под стана Хаски. Очень классно сыграно. Минусует в итоге двоих, троих. Морфинг там перекачивается где-то в центре. И пытается выстоять против Сларка. Что тоже довольно трудно, конечно, сделать. Верхнюю башню силы тьмы атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ну, и забираться будет вышка. 2000. Тандерпедер правит хорошую атаку. Ну, так и нужно сейчас. То есть процесс мидгейма, где соперник уходит в лейт. Мы в лейт его не отпускаем. Звучит, как, в принципе, хорошая игра лета. Тандерпедер свободный, открытая игра. Мы бегаем, ищем фраги. В целом, все так и получается пока. Ну, нужно, конечно, больше. Понятно, что нужно больше. Вот, например, сейчас Гуннер, забрать, как быстро у него столбик ХП потерялся. Валрус Панч перекачивается. Станчик. Сноуболт был в этот раз, но не успел потратить его Мэтью. Видимо, не нашел куда. Не нашел зачем. Фрэнк при этом качает верхнюю линию. Играет Бессаленс, кстати, Мекка у него. Прикольный билд. Мекка Алибарда, наверное, какая-то против Свена. Мечка Алибарда здесь звучит как хорошая идея. Я думаю, да, Мекка Алибарда. Гривсы, наверное, нет смысла особо добирать. Так, бегает здесь Оушен. Очень опасно стоит Центрик. МНЗ. Ну, тоже, конечно, фармит вражеском лесу. То есть очень простой вариант. Если вы не хотите, чтобы Свен спокойно бегал и защищал там треугольник свой или большой лес, то бегаем в его лесу, фармим там. Но Свен поэтому вынужден идти в чужой лес, естественно. Потому что там ему набирается какой-то фарм. МНЗ, да, ну вот так вот идет вперед. Понятно, что одним героем его не забрать. А на топе загангали, кстати. Все-таки далекало-то зашел Фурион. Мекку нажал, но... Шеклшот... А, через Реверс забрали. Вот оно что в центре. Небольшое сражение в Гуннера впились. Ново. Приходит Свен. Стан. Удар в МДЗ МДЗ Фростбайт. Скорее всего, нужно оставлять его. Да, никто за него здесь драться не будет. Так, Эмбер Весел добирается. Ну, неплохих два убийства сделали Фу Зуммерс. Я бы сказал, на ровном месте. Ничего не предвещало беды. Шеклшот. Эмбер Спирита смогут и забрать. Тайо Реведж-то нет, об этом известно, естественно. Об этом прекрасно известно. Но драться дальше не полезли все равно. Сларк. Ну что, Яша готова. Будет Сенш добирать. Ну, могу сказать, что Свен все равно держит топ-1, да? Понятно, что у Морфинг приходится драться вместе с командой. У него и бил такой, через два РС Бенда, ПТ и Барабана себе взял. То есть, нет выхода в ЭЗР, ранний какой-то Линкен Сфер, очень подобный. То есть, взял артефакт, чтобы максимально биться своей командой, помогать и всячески. Понятно, что артефакты будут появляться несколько позднее. Такие, я имею в виду, более дорогостоящие артефакты, естественно. Но проблема в том, что Андерпендер что-то не могут соперника зажать. Ну, это может привести к плохим последствиям. Потому что раз в КД, допустим, вот по кулдауну реведжа того же самого, ребята из Сфозумерс будут выходить, делать какие-то хорошие для них файты, естественно, да? После этого возвращаться к фарму. И, в общем, такая игра их полностью будет устраивать. Я не знаю, насколько это выгодно, Андерпендер. Потому что, на мой взгляд, герои, которые... Ну, вот сейчас хороши, как ЦМка, допустим, да? Не потеряют свою актуальность, когда раскачается Морфинг и Свен. Потому что это будет еда. Мэтью хорошо опять играет на стан Сноубол. На самом деле, пинг для Мэтью, вижу, не проблема. Вот сейчас шарту неудачно и поставил. Вынужден МЗ Паунсом добирать Титана. Бьет, бьет тут неплохо. Фокус Фаер по Мэтью. Фурион приходит тоже сюда, получается там от Свена. Свен бьет под ГДСом больно с пруты. Надо пробить, пробивает с пруты. Из Тан Титану Фурион не уходит. И никого в ответ не забрали. Никого в ответ не забрали, ребята. Из Тандерпендер. Далеко залетел Фурион. Вовремя скооперировались, господа, из Фозумерс. И был, если что, реведж на готове. Поэтому боялись, конечно, Тандерпендер. Стоит понимать. Так, чей. Ну, Титан, конечно, наглел немножечко. Тут Вардик Дивардингом занимается. Морфик, я, в принципе, думаю, Соло бы справлял с этой задачей. Ну, ладно, Титан подставил. Слишний фраг заработал Лео Стайл. Зарядил себе Весел. Дальше будет делать Дезоль. Для нанесения лучшего физ ДПСа, естественно. Что тоже понятно, что тоже естественно. МНЗ выходит. Ахату за Лео Стайлом. Бьют. Сноубол в спину. Морфинг уходит на Вейв Форум. Приходит став спруты Фуриона. Морфинга прячет. И с реведж. И под Свен туда идет под станчик. Но помыть только по одному. Окей, шоколшотом МНЗ успел нажать дарпак. Фризинг Филд нажимается. Очень больно. Кстати, там пытается распрутить станчик, чтобы забить Фризинг Филд. Получается сделать. Разлом тоже только в ЦМку. В это время забирают Тайтхантер. Должен добивать МНЗ. Нет, не идут. Они испугались. Они остались в численном меньшинстве. Три в пять. Ну и что? Надо убегать. Это Птювстрайк. На хайграунд закинули Лео Стайл. Чейнами связывает двоих. Как удержаться? Получает нюки. Пытается уйти. Откидывается ремнантами. Стоит офис. Много урона, но никто не помогает. Там буквально прийти Сларку добрать всех. Но он боится. И Фозумерс выигрывает эту драку. Выигрывает, в принципе, с большим заделом. Но вот о чем и речь, да. То есть подрались хорошо, когда есть кнопки. Перерывок все время фармит у нас товарищ Свен. Поэтому у него и в драке все получается. На фарме все получается. Проблем никаких нет. Он тоже добирает себе Сэнджин Яша. Ну, смотрите, у него Сэнджин Яша с Медасиком. У Сларка Сэнджин Яша просто Сэнджин Яша. Разница в целый Медасик получилась. Так, Фрэнк. Ну, Алибарду. Алибарду будет делать. Немножко нафидил, конечно. В драках особо не убивает уже. Поэтому фарм идет медленно. Алибарды до сих пор нет. Эмбер Спирит потратил все заряды на Весель. Тоже довольно важный момент. Ходит гунер. Сабирает дабл дэмэдж поскорее. Так и нужно. Сам он добрал себе манту? Нет, еще я что ли купил? Окей. Бегает Сэнк, Алибарду тоже. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Так вот нашли. Титан нашли. Сноубол. Добирай титану. Он там разлом шикарно успел. Кстати, мы за вынужден прятаться в Шаду Дэнс. Мы этим ничего не осталось. Получается спина по варшот. Так же погибает. Ну, такая атака. Да, более-менее, конечно, пока идут кор-герои команды Тандер Петтер по фарму. Но не настолько хорошо, насколько Свен. Его пока не останавливают. В принципе, игра идет с позиции силы Тандер Петтер, естественно. Но отбиваются Фозумерс достойно. Весьма достойно. И, как я уже говорил, игра потихонечку идет в лейт. Их полностью устраивает. Верхняя Башня Сил Тьмы разрушена. Именно завидит Манкис Форевер. Там у того Владмер. Так, ну как? Сларка, естественно, кидать нюки не хочется. Сларк все сбросит. Сларк стерпит. Добираются Баунти Руны. Аккуратно три штуки должны забрать Тандер Петтер за контроль. Лео Стайл пошел за генерацию. Тоже важно. Но и сбегать вниз, конечно, за Баунти тоже стоит. Лишним не будет. Укрепить свою экономику. Алибарда, наконец, появилась у Фуриона. Татк у нас с медалькой пока. Титан. Ну, Титан тоже. Сейчас нынче Титаны бывают суперсильные. В лейте, когда успевают купить себя Ганим. Но здесь просто не такое большое пространство на карте, чтобы еще и условно герой Титан, будучи саппортом, находил себе возможность где-то получить деньги. Тут, понятное дело, что процента 80 всего доступного забирает себе Свен. Оставшийся забирает Морфинг. Ну и где-то там Тайтхантер пытается гашем крипа добить дальнего одного. В общем, и на этом все. МНЗ пошел драться. Шадо Дэнт спрятался. ВР-очка. ВР-очка пока под Виндраном. Силы Света укрепили свои сады. Нижнюю башню Сил Света атакуют. Нижняя башня Сил Света атакуют. Ну что, ВР-ку убили? Окей, у соперника, конечно, есть Рэвидж. Но команда Тандер Петер после этого убийства решает все-таки забрать Рошана. Причем делает довольно быстро под Металькой. Оно и понятно. Успеют ли подойти Фозумерс? Вопрос даже не только, сколько успеют ли они подойти. Вопрос, насколько это нужно подходить прямо сейчас сюда. И пытаться мешать. Ну, Титан там какой-то станчик дал через Астрал Спирита своего. Но, опять-таки, это не так важно уже было. Рошана добирают, Айгис есть. Сларк забирает себе еще и саблю после Сен-Джен Яша. Будет делать Сильвер Эдж. Сильвер Эдж. В принципе, неплохая идея при борьбе против Свена и Тайдхантера. Поможет всегда. Сларк станет еще более опасным с точки зрения именно его перемещения, его возможностей. Так, что-то там себе Фурен докупил. Владмир купил. Ну, тоже на команду полезно. Вот Эдхантер, Владмир имеется. Отчего же, собственно говоря, не взять и Фурен? Не вижу никаких для этого причин. Так, ну что, биться будем? По идее, конечно, Адр-Педр должны будут навязать Драку. Если они Айгис какой-нибудь Рэвэдж разменяют, будет вообще неплохо, кстати. Так, Свен, где-то опасно. Он саганим. Амсларк начинает от него впитываться. Станчик дал. Маназе Паунс не стал давать. Самобоя связывается. Естественно, к Свену подходит его команда, потому что страшно, потому что может быть больно. Убегает пока Тандер-Педатор. Так, Сларк у нас... Окей, ну почти добрался бы Сильверэдж. Верки мало. Ну, понятно, что саппорт не фармит. Самобой. Шарды. Ух ты, чуть-чуть не зацепило. Довольно опасно. Тайдхантер уже набегает. Готов, конечно же, наступать первым номером, встречать любую атаку. Понятно, что он тут самый главный танк. Хотя, может быть, к этой минуте при таких слотах у соперника он, может быть, и не особо танк вовсе. Невидимость. Побежали, побежали. Так, Сентрик стоит. Морфик видит. Гуннер сразу перекачивается. Сразу вейформ паунт с МНЗ не достает. Шадоу Дэнс прыжок на паунтс. Попытка бить Тайдхантера. Тайдхантеры грызут под Шадоу Дэнс. Морф вкатывается. Пытает выставать саппорта. Хороший разлом. Столбол успевает дать Мэтью. Мэтью. Браво на реакции. Кэшцемка погибает. Тайдхантер разменит. Тайдхантер реведж уже потерял. Мэтью до сих пор живет. Можно шарды какие-то кинуть. Мэтью до конца. Свэнс. Идет с... Сомолта не прощает соперника. Конечно. Так. Ну и что? Ситуация остается 3 в 4 в целом. Чуть побольше у Фозумерс. Героев здесь. Прыгают за Эмбер Спиритом. Эмбер Спирит чуть ничего не нажал. Эмбер Спирит. Странно. Ничего не было что ли? Видимо все на КД не задоджил. На драку выиграют ребята из Фозумерс. Ну как-то Сларк особо мы в драке не видели. Ну он без Шадоу Дэнс драться в принципе не хочет. Не царское это дело. Так. Ну прижимная первая карта получается. Очень даже. Манозе. Да. Маловато конечно я вижу Гоннеров. Манта стоял на 26. И когда появится Ирл Нече Поняты. Гонн разворачивается. Есть манта все еще. Паунс. Ну что нажать что-нибудь надо. Бьют его. Бьют больно. Неплохой стан от Титана. И спасается Морфинг Бекстом. Ну даже с одной мантой убить не смогли. Ну какой-то нужен прям овер урон. Овер ДПС. Да. Ну или опять-таки. Бёрст урон. Сноубол. Вверх успел уйти. Ух. Как опасно. Так. 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 Ну какой план? Какой план? Похоже что у команды. Так по ощущениям. Похоже на то что у Андерпендера особо плана на игру то нет. Ну в общем мы побегали. Окей. Мы где-то даже с позиции силы играли. По итогу ну как-то смотрят счет 15-16. Преимущества по экономике нет. Они об этом не знают. Ну они наверное догадываются. Свен богатый. Свен расфарменный. Дальше вот БКБ сейчас себе купят. Ну и как-то. Как-то вроде ничего. Тандерпендер особо по мидгейму не добились. Большого перевеса. Ну а дальше сложнее мне кажется будет. Да. Понятно что. Там. У того же морфинга у Тайдхандера пока маловато. Конкретно по слотам. Да. Но набирать будут. Там плюс один плюс два артефакта. Я не думаю что вообще Тандерпендер будет справляться. Еще ведь что очень важно. Вот драка прошла. Да. Вот Тайдхантер реведжа не было. А команда Тандерпендер ничего и не предложила в ответ. Ну то есть ничего и не предложила. Просто бегает. Фармит. Ну ждет отката кнопок у соперника. Но сейчас появляется и реведж. Сейчас может быть уже сами Тандерпендер пойдут в бой. Кто знает. Паунсом шарды. Нет. Не очень хороший шарды. Не очень хороший паунс. Валрус паунч зато очень хороший. Как же Манкис Фаревер было больно. Супер больно. Так. Разлом. Все в МНЗ. А он. Он просто погиб. Шадо Дэнс его не спас. Его убило. Вот так вот. Да. Но инициирование конечно было весьма весьма посредственным. Свен идет дальше. Пытается Фурион. Эти Курьер спалил. ТП. ПКБшки нет. Фрэнк тоже умрет. Потери. 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 Команда Тандерпендер. Ну в общем. Получилось. Не важно. Что же там? Ратывается. Да. Допустим. Тайдхантер. Нет. Рэвэдж. Ну вот воскрешаемся. Идем. Ну пытаемся как-то драку выиграть наверное. Ну просто потом ждать. Вновь. Момент появления там рэвэджа. Это вновь большая вероятность проиграть драку. Вот о чем я думаю. Вот Сэмку потеряли. Сэмми бы еще Мэтью нашел. Мэтью беги. Мэтью беги. Все лучше и лучше. Все лучше и лучше. Не доставайся. Какая шесть. Курьер сил света был убит. Силы света используют сканирование. Верхнюю башню сил света. 3000. Ну вот уже Фазумерс выходит вперед. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Верхнюю башню сил света. Так, Сларк. Видит Курьера, видит Тайтхантера. Тайтхантер начинает бить. Удар в Сильвереджа неплохо. Тут же Гривсы. Форстап. МНЗ пока отпрыгнул. Неплохо пробили. Опять Сэмка где-то погибает. Сэмми бой справляется даже. А, он под ГДСом. Да, не использовал БКБ, конечно. Идет Сларк сразу же прячется в Сильвер. Ну, драки здесь не получилось. Опять на Сларк. Тайтхантера. Ну, может быть, теперь с Aegis что-то сделают, ребята Попробовать провести какую-то драку, не знаю, попробовать подраться, реализовать в этот раз Aegis На соперника есть все, кроме Рошан, что интересно Блинкдаггер покупает себе мотив Так, интересно, Рошан у команды... Рошан был убит командой Radiant, а в бой идут, в пуш идут ребята из 4Zoomers Интересно, интересно Так, Эмбер, быстро убить Эрва Саленсом и Мэтью не успевают дать сноубол, чтобы защитить Какая жесть Ну и все, да, так драку не построить Ну, как так-то? Фрэнк, конечно, там сколько-то сплитпуш, сейчас его будут догонять Ну, а еще и сбивает дептив страйком, да Тоже будет погибать, все, еще нет бакенбара Он только поставил себе быстрый закуп Нет, что-то явно у команды Номер Пентер не так идет Снова атака на МНЗ Сами бой Потыкались, потыкались, Ларк просто убегает, невидимости И снова, судя по всему, Эггис не будет реализован Сноубол на Эншент Оф через Блинк Тот раз Мэтью успел, в прошлый раз он не успел Силы тьмы используют сканирование Слак бегает Сноубол дальше, за Тайтхантером Ну, это спокойно добивает соперника Тут, да, эти выходы от Таска, эти залеты Куда-то сноуболы к добру вообще не приводят Так, ну что, Скадя Скадя будет добирать себе МНЗ Ну, там Сон уже оверфарм Просто 26 тысяч При том, что у Сларка всего 18 Франк пытается, но они пытаются сплитпушить Дод какой-то придумать Ну, без выигранного файта Эту игру это выиграть будет сложно очень Просто можно сколько угодно сплитпушить Ну, вот так вот у Асэмбер Спирита Опять забирают быстро Да, ну вообще в этой игре Лио Стайл потерялся Он понятия не имеет, что делать В нее прыгают, убивают Линкен Сфера не помогает БКБ не собрал Сейчас еще и Сларка по таймингу будет убивать Если реведж хороший будет Нажал кнопку, уйти Нет, ее просто уничтожает Скадь не помогает Там Джейзе какой-то интересный Фризинг Филд Получает просто реведж Цемку добивают Мэти тоже Сноубол куда-то дать Попытается блинкаут нажать Если получится Да, получается Блинкаут выигрывает время Фрэнк снизу, я так понимаю, тоже прогнали Ну, успел линию спушить Более-менее Но опять-таки, ну драка проигран Окей, вы сейчас Глиф нажали Что дальше? Байбэк Эмбер Спирита, чтобы линию свою защитить И пытаться надеяться на то, что Фрэнк ран или поздно запушит всю базу Ну, может быть Может быть Ну, по-моему, Фозумерс просто тут вперед И да Дошли до лейта Просто вот дали ребята из Тандарт Петтер сопернику одеть в свои шмотки Тяжело уже Ну, честно говоря, мы даже ребята из Тандарт Петтер-то и не пытаются Нет, нет полноценного тимфайта Вот вы видели хоть раз, чтобы они в пятером пытались кого-то убить или принять бой Но не было ни разу У них один герой погиб, второй герой погиб Вот как-то так Умирают, умирают И все, что удалось сделать, это полезный мув от Фрэнк Который снял мал нижнюю линию Но при этом отдали центр Да Дам-дам-дам Тандарт Петтер Очень бояться пика соперника Ну, это правда Чтобы не бояться пика соперника, нужно этот пик душить Играйте первым номером, тогда боязнь будет меньше Играя вторым номером, все равно проиграйте Ну, как бы истина, да, против Тайтхантера, Свена, Морфинга Потому что чудо лейт персонажа, супер Чудо лейт У Лио Сталла был хороший старт Очень хороший старт был Все было прекрасно С Веселом бегал Действительно развлекался Он был сильнейшим на карте в один момент Теперь, видите, игры нет 15-точный Творца Его обижает Свен Опережает в два раза И обижает, и опережает Так, ну, команде Фосзумерс по ощущениям нужен один хороший файт Вот выиграть один файт, буквально, и пойти в трон Я думаю, такой будет план у Фосзумерс Он не боится, делает телепорты вот такие Просто на крипов Все, Фурион сразу толкать в верхнюю линию Видимо, вместе с Эмберс перед ним Ну, план, план понятен Крипскипаем до ужаса просто До бесконечного Крипскипаем И... И пытаемся Какую-то другую линию сломать Но центр не получится Там Тир-2 стоит Ну, там просто где-то включают Таска Свен просто прыгнул и убил Байбэк от Таска Ультимейты Вот они вдвоем пытаются сломать Им ломают нижнюю линию Глифа тут нет Пойдут телепорты Тайдхантер постарается защитить Ну, я думаю, защитим Только тут Мангис Фаревер не переоценил свои возможности Нормально, он просто выиграл время Там есть Форстаф Сноубол здесь После боябек умирать не хочется Фризинг фил пытается Свен, астанет Свен БКБ Рассказывает там Джезе МНЗ Приходит, все скидывается Сэмми Бой Паунс Пока БКБшка действует Сэмми Бой Шарды хорошие Утрат Сэмми Бой Можно пробовать убить И тут за ним до конца Свен! Лоу ХП остается до конца Идет Сларк Свен! Ой, хорошо сыграл Сноуболом Неужели достанут Да, достанут Свен должен погибать Так, так, так Ну, должен, да? Какие у него варианты? Вариантов нет Забрали Тысячу голды МНЗ просто забрал Тысячу голды Так, и что? Ну, Свен с Байбэком Ну, сейчас выбить Байбэк Не, ну, неплохой макро-мув, кстати Да, достаточно неплохой макро-мув На топ стянули Тайдхантера Там, что-то снизу там Синициировали драку Байбэк от Таска Кто-то телепортируется на топ Мы телепортируемся вниз Кто-то зацепил Свен А Свен сам зацепился Ну, раз он там уже БКБ нажал Понятно, что Можно попробовать его не отпустить В общем-то, это получилось сделать Стандарт Петтер Опять-таки, неплохой мув Который Может Может там помочь Ну, зацепите МНЗ Ну, удар-то сделал Сильвередж Потерялись Потерялись Свена нет Это же должно быть легко Легко развести на что-то Зерил Просто на Манкис Фарелла защитить Удар Сильвередж Вот сейчас удар Ну, и что, просто Форстаф Что-ли, вот так вот легко Да Ну, если бы прям Как-то, знаете Более основательно цепляли Эта у Тайдхантера То Были бы варианты там Либо развести на Байбэк Свена Либо на Рэйвэдж развести И то, и то было бы полезно Особенно в преддверии появления Рошана Выбить соперника Рэйвэдж Перед там Такой финальной Или главной дракой Там, можно сказать Было бы Было бы классно Так, мы с вами все еще нет Окей, есть немножечко времени Чтобы попушить Тир-2 С вами появится через 10 Уже опасно Какие-то драки Вкидываться Эзерил прокаст Тут же сноубол Верхние казармы сил тьмы Атакуют Верхние казармы сил тьмы Разрушены Опять френ нашли Насплитпушился Но барак снес Окей Принимается Сэн бегает Просты Решаются легко Ух ты тут Мгз пошел до конца Добивает Тайтхантера Ну там Эмберспирит погиб Где-то как-то опять Че ж Эмберспирит Да игра не идет Так Эмберспирит Добавит свою силушку Богатырскую Сларка тоже добрали У нас Свен на байбеке Сейчас Разбивают Тут еще героев ЦМку убили Диффенса нет Эмберсларк без байбек Наверное игра на этом Закончится Я думаю Да Гудгейм Написали ГГ написали И признали поражение Друзья Ну вот такая карта Получилась Ну ладно Учитатор Петр Боролись Попытались что-то сделать Но у них Немножечко не вышло Друзья Может во второй карте Получится Кто знает Ждем вторую карту И надолго с вами Не прощаемся Субтитры сделал DimaTorzok